Товарищи, здравствуйте! С вами снова голос Паши Лобанова, слова Асгарда и монтаж пули снегопада. Червивый глобус. Человек-царь природы. Поднимите руки те, кто с детства слышал эту чушь. Или вот давайте идти к Богу. Или все ресурсы планеты принадлежат народу. Что общего в этих воплях? Отделение человека от дома, в котором живет. Мол, вот это дом, а вот это хозяин дома. Но вот незадача. Иногда дом пребывает не в настроении и посылает волну метров так под 20, чтобы человечешки осознали себя как минимум песчинкой в Сахаре и как максимум какашкой в проруби, но никак не царем природы. Природа настаивает, что никакого царя у нее нет и быть не может, как не бывает главного органа в организме. И доказывает единство людей, животных и растений, которые составляют, говоря умным словом, биосферу планеты. Вы видели косточки в арбузной мякоти, которые пищат, что они цари. Вот и не пищите так про наш голубой арбуз. Я от себя, конечно же, встряну, но здесь не идет речь о главном органе организма. Здесь я бы добавил орган, который является центром системы, который является связующим звеном каждого органа. То есть через этот орган проходит информация в остальные органы. Понимаете? Это логично. Когда каждый орган является центром самого себя, это окей. Но когда ты центр самого себя, это еще не значит, что ты не часть целого. Понимаете? Здесь и каждый человек одновременно является главным героем своей жизни и второстепенным персонажем в жизни других. То есть вопрос, какого качества? Понимаете, о чем я? Итак, едем далее. Путь к Богу. А это что за бред? Даже если под словом «Бог» понимать единый разум, абсолют, вселенную, кому как нравится, то как к нему можно проторить дорогу? Это как разрезать брикет сливочного масла на части, а потом предложить этим кускам масла идти искать масло? Раз люди часть природы, значит они часть Бога. Как ребра должны прийти к грудной клетке? А главное, зачем? Все ресурсы планеты принадлежат народу. Да ну? А может наоборот? Может это мы ресурс? Салат недельной давности, который планета никак не может переварить и вот-вот сделает себе промывание волной, но уже метров под 200? Как мы можем отделять себя от тела планеты и начинать ее бурить, сверлить, копать, дробить и взрывать? С чего мы взяли, что в едином организме орган по имени народ вдруг стал главным? Это то же самое, если правая почка скажет левой, слушай, я тут кровь обнаружила в венах, давай ее качать и ездить на ней в гости к жопе. Почему, когда из моря на пляж выходит воронка смерча, люди не вопят, что они цари природы? Все ресурсы, включая этот смерч, принадлежат им. И вообще, как хозяева планеты, велят ему немедленно остановиться. Почему так не происходит? Почему людишки начинают смотреть мультик о своей жизни, креститься израильскому богу и метаться по пляшу, как бильярдные шары? А потому что спесь проходит моментально, как бабка прошептала. И человечишки осознают себя не то чтобы царями или частью природы, а заигравшимся мусором, без которого зверушкам, птичкам, рыбкам и одуванчикам тоже легче заживется. Подведем итог. В общем, царь из человека никудышный. К богу, к самому себе прийти нельзя, а насчет хозяев ресурсов лучше поразмыслить в ночных джунглях Южной Америки, где местная флора и фауна быстренько вразумит гостям, кто ресурс, а кто царь и бог. Ох, заметьте, даже из перечисленных трех лозунгов прослеживается спланированная диверсия разделения человека и природы. Это как отделить белок от желтка, а потом натравить первого на второго. А кому у нас, хлебом не корми, дай поразделять и постравливать. В древности такого разделения не сказать, что было. Античные города типа Питера яркое тому подтверждение, что люди считали себя и планету единым цельным организмом. А кто охотится за здоровым организмом? Правильно, глисты. Назовем их паразитами. То есть сущности, не желающие создавать, а только пользоваться плодами чужого труда. Ну, от себя я, конечно же, добавлю, не то, чтобы они не желающие, а их просто вот создатель таким сделал. Или они сами в это превратились. Это, пожалуй, будет вечным вопросом. Вот так же и с землей вышло. Давайте подробнее рассмотрим механизм вторжения паразитов. Яблоко. Замкнутая система с подпиткой у верхнего полюса. Кожура, как основная защитная оболочка, защищающая всю суть яблока, что внутри. Червяк какое-то время ползает сверху. Находит слабое место и залезает вовнутрь. Чаще через полюс подпитки. Слива, груша, персик, да любой фрукт проходит те же фазы. Паразит садится снаружи, находит уязвимое место и сквозь оболочку залезает внутрь. Оставим фрукты в сторону и разберем вторжение на клеточном уровне. Здесь ничего не меняется. Вирус пробивает оболочку клетки и заходит внутрь. Ограбление происходит точно так же. Грабитель, паразит, желающий полакомиться плодами чужого труда, находит уязвимое место снаружи банка, квартиры, машины и проникает внутрь. Я особо подчеркиваю, что в механизме вторжения паразит всегда начинает знакомство, примерку снаружи объекта и только после выявления слабого места проникает внутрь. И это правило прописано на всех уровнях Вселенной. Но везде действует одна и та же схема. Везде, везде кроме Земли. Вот свет на ней клином сошелся и по воле рока внутрь проникать не нужно? Так паразитам же повезло, что не нужно пробивать защитную кожуру этого яблока, а можно просто так и ползать по поверхности сладкого фрукта и качать его сок и вытаскивать мякоть. Кто еще верит в это исключение из правил? Теперь представьте, в какой грандиозный обман погрузили человечество, что даже если закрыть глаза на фрактальность Вселенной, мы верим, что живем снаружи организма Земля, подобно в шам на теле, вопреки всем конам Вселенной на всех микро-, срединных и макро-уровнях. Как выяснилось, по кужире ползают только паразиты, которые, собственно, много тысячелетий назад и начали вторжение внутрь нашей планеты, как это делают и глисты, и червяки, и вирусы, и грабители банков. В очередной раз отдадим должное тварям. Они внушили нам, что паразиты – это мы расползаем на поверхности фрукта по имени Земля, а не являемся ее белком, хоть и отделенным пока еще от желтка по имени Салар. На этом все, но... А если паразиты в нас? Мы как бы паразиты или не паразиты? Или паразиты в нас? А мы – это мы. Но если солянка содержит в себе уже все ингредиенты, которые слились воедино, разве можно из солянки дальше без разрушения достать колбаску? Ведь колбаска уже будет пропитана всей солянкой. Понимаете, о чем я? Там огурчик, что там еще в солянке? То есть это все уже единое целое. И поэтому, на мой взгляд, знаете, вот это вот с паразитами – это немножко неправильно, потому что сама приставка «пара», она уже намекает нам на то, что не из материи. Паразитизм – это нематериальный процесс. Параз, понимаете? Это деградировавшее сознание до самого дна, которое уже не способно поддерживать жизнь в себе. И для того, чтобы выжить, оно вынуждено питаться другим. То есть, ну так вышло. Ну вот так вот вышло. Знаете, деградация сознания, например, может происходить, когда ты тысячу раз умирал не своей смертью, когда тебя там давили катком, душили, жгли, взрывали, стреляли, расчленяли, душили, расчленяли, топили, 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 кидали с высоты. Понимаете, о чем я? И сознание, по-вашему, в каком месте должно расти? Тут к гадалке не ходи при всем том, что официальная история как-то является такой, знаете, огрызком в сравнению с цельной действительностью. Даже в официальной истории у нас войны просто нескончаемые. Вы понимаете, как бы вот просто допустите, просто допустите, что мы здесь одни и те же ребята, вот, ну допустим, заразились теми же условно паразитами или они попали каким-то образом сюда, в материю, да? А вы бы не оградили вот эту вот зону, которая весь организм может загасить? Оградили бы. А вот тебе представьте, вот просто допустите на секундочку, что мы здесь все варимся уже довольно давно. Рождаемся, перерождаемся, забываем, 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 забываем. И вот при вот этой вот нашей истории хотя бы за последние 300 лет кто из нас в этой истории вырос? Понимаете? То есть это среда для деградации большинства, несомненно. Но я должен сказать, что не на ровном месте родилась фраза «В тяжелые времена рожают каких-то там крутых людей». То есть вот эти вот тяжелые времена, они большинство, получается, деградировало в связи с ними, с этими тяжелыми временами. И сейчас вот мы есть те, кем являемся. А другие ребята, вот как-то так получилось, что, возможно, они, наоборот, не деградировали, а стали сильнее. Понимаете, о чем я? Но так или иначе, мы здесь в беспамятстве все тусуемся. Поэтому никто не может сказать, вот ты лошара деградировавшая или ты крутой чел, понимаешь? Пока ты сам себя не раскроешь, пока ты сам себя не познаешь. Поэтому это все идет речь о пути внутреннем. Не внешнем, когда ты слушаешь видосики там, озвученные кем-то. Это о том, когда ты получил какую-то информацию и пошел поразмышлял на улицу, в лесок, где людей поменьше, где в твоем поле будет минимально чужие эти самые волны попадать. Понимаешь, о чем я? В общем, давай, салют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова